2 августа 1930 года на показательных учениях военно-воздушных сил Московского военного округа впервые была высажена небольшая группа воинов-парашютистов. Скромный эксперимент оказался удачным. Он и положил начало ВДВ – военно-десантным войскам. Сегодня им 60 лет. Юбилей отмечен большим военно-спортивным праздником в Тушине, рассказывает Герман Седов. Нельзя объять необъятное, – воскликнул в свое время Козьма Прутков. А теперь и я за ним. Столько сегодня было всего, что не знаешь, как в наши короткие минуты втиснуть самые-самые. В Тушине с утра полно людей. Ясно, что пришли ветераны, давние и недавние, посмотреть, как сегодня нынешние. Вот давайте и посмотрим, как же сегодня нынешние. Этот эпизод значится в программе, как захват объекта в тылу условного противника. На малой высоте вертолет выбрасывает группу захвата, и вот как она действует. Уже поближе к трибуне ребята показывают элементы рукопашного боя, элементы тренировки. Но вот такого мне лично, да и многим другим, я думаю, видеть еще не приходилось. Огромный Ил-76 на высоте в пять метров от земли летит. Смотрите. И выбросил технику. Жаль, что не удалось снять ее, как эта выброшенная техника заработала, пошла по полю. А следом, следом сейчас еще один приближается. Это самолет пожарный. Вот он выбрасывает 44 тонны воды. Это делается при тушении лесных пожаров. И этот эпизод и десантирование техники выполняли летчики, испытатели и специалисты ОКБ имени Илюшина. Были и другие фокусы, но, как уже сказано, всего показать просто невозможно. В заключении хотелось бы сказать, что в частях ВДВ нет проблем с кадрами. А в Рязанской училище единственное в своем роде конкурс не меньше, чем в МГУ или в какой-то иной престижный вуз. Продолжение следует...